я приветствую всех зрителей своего канала сегодня я вам покажу украшение самоцветами белом золоте перед вами находится органайзер я сейчас как раз перебираю эти украшения здесь белое золото и разноцветные вставки эти украшения многие сочетаются между собой и я отобрала несколько украшений которых не было в обзорах некоторые новички которые еще не носила и можем сравнить вставки перед вами находятся серки белое золото и самоцветы все вставки природные натуральные камни они выполнены в виде цветочков английский замочек швенза без декора и подвесная часть по два цветочка имеет каждая серьга у меня много украшений такого плана и эти украшения будут сочетаться с другими так я люблю английский замок люблю когда серьги длинные у них адекватный вес 4 бриллиантика в центре цветочков 57 грани круглые бриллиантики 0 23 карат 44 шпинель гранат перидот топаз цитрин топаз голубой шпинель желтого цвета перидот зеленый гранат красный и шпинель фиолетовая самоцветы все ставки цветные они полудрагоценные такие вот серьги они соответствуют всем моим критериям всем моим предпочтениям я люблю такого плана украшений частых ношу и они у меня появились уже несколько месяцев назад мы просто их не начинала носить сейчас захотелось их надеть и я решила сначала сделать обзор вот так вот лучше происходит цветопередачи самоцветы цветочки вот такие вот украшения не у меня были дома их купила принесла домой и положила их в органайзер с другими украшениями аналогичными и потом я спустя какое-то время спустя месяц совершенно другом магазине увидела к ним кулон вот такой вот кулон здесь тоже все овальные самоцветы завальцованные камни аметисты круглые сиреневый наверху внизу желтый цитрин зеленый перидот голубой топаз и пурпурная шпинелька вот такая вот подвесочка когда я принесла ее домой я поняла что их нужно носить вместе отдельно бы я этот кулон не купила потому что отдельно он сам по себе не интересный а как дополнение к серьгам он идеально подходит но когда я принесла домой я обнаружила что это не парюра совершенно разные производители совершенно разные производители но потрясающее между ними сходство по вставкам по дизайну по креплению то что завальцованные овалы мне кажется не просто как найти создана друг для друга такие вот самоцветики еще очень интересно то что этот кулон имеет пробу с обратной стороны обычно все пробы делаются на петле здесь проба сделана все попробую вам показать мне получится сфокусировать потому что она сделана очень то есть она в центре в центре кулона вот так вот не видно что между цитрином и хризалитом между желтым и зеленым камнем идет девушка в кокошнике проба и 585 проба между желтым и зеленым кому 585 девушка в кокошнике на камеру не очень хорошо видно новым без камеры видно пробу а на петле у нее нет проба такая вот особенность кулончик дальше я вам хотела показать еще вот этот кольцо которое было мне уже во многих обзорах самоцветами белым золоте который многим нравится я увидела к нему подходящий браслет вчера он был сюжете этот браслет и обратите внимание как они хорошо сочетаются между собой здесь тоже имеются вставочки хризалит цитрин топаз аметист и турмалин и даже эта пластиночка между камушками она повторяется и в браслете и в кольце хотя производители эти украшения разные я удивилась что этот браслет не купили оказывается он просто самого маленького размера а у меня запястье тонкая но не всем подходило это украшение мне подошло по размеру браслет размер имеет 16 сантиметров значит ставки аметист фиолетовый голубой топаз огранки маркиз багет цитрин желтого цвета хризалит передот зелененький огранка груша и круглая огранка это турмалин и пластиночка имеет вставки плавые бриллиантики очень очень мелкие и застежка этого браслета так эта коробочка застежка коробочка с двумя защитными клапанами такой браслет просто мне кажется создан для того чтобы его носить с этим кольцом хотя это кольцо имела родной браслет но браслета булгари в таком стиле он стоил больше миллиона рублей а вот этот браслет он стоил таких найти адекватных денег за миллион я бы не купила потому что все равно я буду редко носить вот этот раз ли сюда подошел к этому кольцу я их ношу вместе вот с этим вот кольцо с цитрином на этой руке вот этот браслет а на другой руке кольцо от булгари такое тоже совпадение идеально хотя производители у них совершенно разные даже ценовые категории разные сейчас я стараюсь их взвесить чтобы вы поняли разницу между этими украшениями так сейчас будет нулевое значение положу кольцо от булгари и вы увидите вес 15,84 грамма и сейчас я положу кольцо от российского производителя вы увидите разницу этот браслет весит 6,19 грамма то есть разница какая украшение булгари они очень-очень тяжелые и они ощущаются другие украшения они имеют легкий вес и дискомфорт они доставляют поэтому серьги от булгари их вообще носить невозможно они очень-очень тяжелые так это мы выключим дальше я вам хочу показать еще кольцо которое тоже сочетается с эти со всеми этими украшениями кольцом центральный камень аметист аметист имеет античную шахматную огранку как многие аметисты нет такую огранку даже не фокусируется он так блестит очень ярко что не фокусируется вот вокруг аметиста шпинель рубиновая малиновые вставки и это кольцо она камень он высоко поднят за счет дизайна и он подсвечивается со всех сторон и получается что этот аметист он сверкает как кристалл сваровски то есть он ярко-ярко сверкает не такая гранка и он светится со всех сторон когда аметист прижат к пальцу например вот так вот плотно то он имеет совершенно другой вид это кольцо и показывала в том году и вот это вот кольцо с аметистом она у меня хорошо сочетается но не так идеально как предыдущие твинсеты с этим колье покажу колье это колье тяжелое его ношу редко но очень ярко сверкающие белое золото но тут все камушки полудрагоценные все камни полудрагоценные здесь доминируют аметисты колье сверкающие у него вставочки по всей длине здесь застежка коробочка пробу могу показать сфокусироваться только не помню какая-то проба 585 ее видно хорошо поэтому она может сфокусироваться на застежке проба так выключить 585 на застежке пробу и очень хорошо видно без камеры на камеру тоже можно и и она читается застежка коробочка это колье мне знаете напомнила напомнила украшение бижутерия когда я училась в школе были такие украшения в моде и когда были какие-то праздники в школе все приходили в таких колье но бижутерия такая она была некачественная у меня было такое колье и она сразу и его один раз надела и она у меня почернела через месяц наверно яркие яркие вставочки на краях внизу маркизы разноцветные здесь все все вставки в этом колье они полудрагоценные колье имеет такой бижутерный вид бижутерный вид на это украшение и не дневное и не вечерние то есть для торжества она слишком простое для того чтобы выносить днем она слишком такое новогоднее я это украшение нашу в коктейльных случаях когда нужно пойти вечером ресторан вдвоем поужинать вот она хорошо подходит она привлекает к себе очень много внимания сейчас я вам покажу как она выглядит на шейн и размещу на манекене и интегрируя это колье в outfit вот я разместил это колье на манекене вы можете наблюдать насколько ярко она смотрится в костюме то есть сколько она привлекает к себе внимание но только на черном фоне ну так вот смотрится совсем акцентно она белой кожи она не так сильно бросается в глаза но сверкает конечно по полной программе имеет а колье чем-то напоминает украшение с кристаллами обе хотя тут нет радужного такой вот радужного перелива на сверкает они очень ярко 10 циркон и природные циркон и и пол драгоценные все камни самоцветы можно сделать высокую прическу со всех сторон дизайн повторяется и аутфит такой коктейль чтобы поужинать в ресторане колье лаконичное платье фиолетовая к пурпурная клатч из питона его показывала и ботильончики от фирогамо сливадора фирогамо на замшевая сейчас такая погода что вообще непонятно как как одеваться и что готовится вечером вот такие вот украшения такие вот сверкал очки и надеюсь вам было интересно я всем благодарю за внимание желаю всем хорошего настроения пока пока